Игромания представляет Все будет выглядеть логично Упускать такую возможность в Irrational Games не стали И вот перед нами первый эпизод дополнения Burial at Sea В нем нам обещали не только рассказать о дальнейшей судьбе Букера и Элизабет Но и сплести воедино историю парящего города Колумбии и подводной утопии Восторга Несмотря на смену места действия Внешних изменений меньше, чем можно было бы ожидать Букер Дэвид, несмотря на переезд в Восторг Все так же депрессивно курит в офисе своего частного сыскного агентства Как и в оригинальной истории Его жизнь в корне меняется с появлением Элизабет Девушка просит Букера найти девочку по имени Салли Дэвид идеей не воодушевлен Но все же соглашается Видимо, не устояв перед томным взглядом прелестной девушки Начало сулит историю в стиле нуар Но сценарий быстро возвращает все в привычное русло Для начала мы отправляемся на мирную прогулку по городу Как и в оригинале Изучаем ее обитателей и слушаем случайные разговоры На дворе 1958 год Роковое Рождество еще не наступило Так что фанатам самой первой части будет интересно своими глазами взглянуть на восторг в эпоху его величия Правда, эта часть ожидаемо скоротечна И вскоре мы, с легкой руки одного из старых знакомых, попадаем в изолированную часть города Населенную обезумевшими последователями Фонтейна На смену живому городу приходят обувные магазины и гигантские полупустые залы Где предстоит провести большую часть дополнения Скайхук Здесь игра превращается в самый классический Байошок Снова сплайсеры, плазмиды и адам А почти все средства борьбы с мутантами перекочевали из инфинит Пусть и в немного урезанном виде Новых позиций в арсенале всего две Плазмид Дед Мороз, аналог зимней свежести, замораживающий противника И микроволновой излучатель, буквально разрывающий врагов на куски В остальном же, даже в ближнем бою, все так же предстоит отбиваться аэрокрюком Вместо привычного по первой части гаечного ключа Воздушные рельсы здесь, к слову, неожиданно тоже имеются Почему же мы не видели их в самой первой части? Константы и переменные, господа Но вот непосредственно схватки изменились и стали сложнее Отныне нам разрешено носить весь арсенал одновременно С той лишь поправкой, что боезапас для каждого оружия ограничен всего двумя обоймами Патроны кончаются в самый неподходящий момент А жители восторга куда опаснее обитателей Колумбии Они, кроме шуток, способны отправить героя на тот свет буквально за пару выстрелов Очевидно, игроков стимулируют активнее использовать плазмиды Которых, правда, на этот раз всего пять штук А сплайсеры появляются совершенно неожиданно Да еще и возникают из ниоткуда в уже зачищенных локациях Это раздражает Даже несмотря на то, что осилить дополнение можно буквально за час В перерывах между перестрелками, помимо исследования разграбленных магазинов Можно все так же любоваться Элизабет Искать аудиодневники и рыться в мусорных контейнерах в поисках денег На них, как и раньше, предстоит закупаться патронами и аптечками А также улучшать плазмиды Правда, из оружия можно подтянуть только микроволновой излучатель Да и это, учитывая продолжительность аддона, легко пропустить Но, как бы то ни было, перестрелки элемент вторичный Как и в любой части серии, здесь на первом месте, конечно, сюжет Говорить о нем опасно История запутанная И даже самая мелкая ее деталь может оказаться спойлером А концовка, по уже сложившейся традиции Может как заставить с нетерпением ждать второго эпизода Так и окончательно разочаровать во всей серии Скажем таким образом Если сюжет Bioshock Infinite пришелся вам по вкусу Найдите часок-другой и на дополнение Вот как-то так Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok